Нас ждут полные залы и зрительская лояльность. Так, критик Антон Долин анонсировал Международный фестиваль авторского кино, который уже во второй раз пройдет в столице. Это не коммерческий, а просветительский проект. Вход на фестивальные показы бесплатный. В прошлом году мы впервые провели этот фестиваль, когда показали 23 фильма и один сериал. Собрали более 7 тысяч зрителей, получили премию Москва Урбан Форума за один из самых важных культурных проектов для города. Фестивальная программа делится на три блока. Абсолютно новые фильмы, выборка из лучших картин ушедшего года и ретроспектива. Здесь и массовое кино, и авторское. Откроет фестиваль картина Греты Гервик «Маленькие женщины». Премьера этого фильма, который, кстати, имеет шесть номинаций на Оскар, на российских экранах состоится только в конце января. В программе новинок фильмы из Америки, Чили, Исландии, Румынии и Бразилии. «Невидимая жизнь Эври Дики» Карима Айнуза – это бразильский фильм. Потрясающая картина, по сюжету напоминающая какой-то бразильский сериал, но по тому, как она сделана, тончайшее авторское кино. Фильм-победитель Каннской программы «Особый взгляд». В числе лучших картин 2019 года оказался фильм «Варда глазами Аньес». Это автобиография бабушки французской новой волны режиссера Аньес Варда. Фильм оказался последней работой легендарной француженки. «Мадам Варда» скончалась в марте 2019-го. В списке лучших и российская драма «Верность». Этот фильм – один из самых коммерчески успешных кинопроектов России в 2019 году. Режиссер Негина Сайфулаева признается – не ожидала такого успеха. Фильм может показаться скучным для широкого зрителя или слишком мрачным где-то. И действительно эротическая его сторона, достаточно радикально. И это тоже в нашей стране не принято. Не принято просто. Поэтому скорее ожидала гораздо большую такую негативную волну. Это большая победа, действительно. Следующий фестивальный блок – «Ретроспектива». В 2020 году посвящен новой классике азиатского кино. В программе – картины современных гениев киноиндустрии Южной Кореи, Японии, Таиланда и Китая. «Убийца» – фильм Хоуся Усяня, лидер тайваньской новой волны. Удивительная картина невероятной, какой-то неправдоподобной красоты. Это формально «Уся», то есть жанровый фильм о боевых искусствах, снятый на общих планах, на фоне невероятно красивой природы. Философское кино, базирующееся на каких-то буддийских древних постулатах, потрясающее. Также на Международном зрительском фестивале авторского кино покажут сериал «Колл-центр». Режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов говорят, что этот триллер вырос из фобий и страхов, которые накопились у общества за последние годы. «Наша подсознательная задача – сделать такую вещицу, которую ты смотришь, например, вечером, да, и как-то пережил вот это вот напряжение и агрессию, разделил ее с героями, и тебе оно наутро как-то полегчало, что ли, жить уже как-то можно». Все фильмы и фестивальные программы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Чтобы попасть в кинозалы, надо зарегистрироваться на сайте проекта. Организаторы делятся секретом – даже если получить заветный билет вы не успели, все равно можно попробовать прийти на сеанс. Места постараются найти для всех желающих. Ольга Бубнова, Владимир Брагин, ТВ БРИКС.